Путеводитель На выезде из Москвы, не доезжая до Кольцевой, рядом с парком Лосиный остров, в зелени затерялся наряд храм из красного кирпича. Он был заложен 22 июня 1914 года и строился в разгар Первой мировой войны. Храм посвящен святым мученикам Адриану и Наталье. Они являются покровителями брака и супружеской верности. Адриан и Наталья являлись супругами, хотя они прожили всего один год совместной жизни, однако их совместная жизнь увенчалась особым подвигом. Пронзительная история их жизни и смерти, пожалуй, не уступает шекспировским драмам. Они жили в IV веке в Римской империи в разгар гонений на христиан. Адриан был язычником, его жена Наталья – тайной христианкой. Хотя Адриан был человеком молодым еще довольно, но, однако, занимал довольно высокую должность начальника судебной палаты. Пораженный мужеством, с которым христиане шли на казнь, Адриан объявляет себя сторонником их веры. В итоге бывший судья сам оказывается за решеткой. Его ждут пытки и смерть. Чтобы проникнуть к мужу в тюрьму, Наталья пускается на хитрость. Наталья переоделась в мужское платье, остригла волосы, чтобы проникнуть вот как бы образом мужчины в темницу. Вопреки человеческой логике Наталья не просила для мужа пощады. Она ждала его казни и молилась, чтобы только он вынес пытки, не впал в отчаяние и не отрекся. Такой эпизод, когда Адриан был в заточении, один момент был, что его выпустили, и он пришел домой попрощаться со своей Натальей. Наталья, когда узнала, что он пришел, она испугалась, думала, что он убежал. Вот, и не хотела поначалу его впускать в дом из-за этого. Во время казни палач молотом отсек Адриану руку. Тела мучеников хотели сжечь, но Наталья тайно выкрала руку мужа и спрятала ее в доме. Наталья была молода, красива и богата, и вскоре к выгодной вдове настойчиво стал свататься влиятельный чиновник. Попросив три дня на подготовку свадебного наряда, Наталья сбежала на корабле в Византию. Из всего имущества она взяла с собой только руку мужа. Адриан, он принял физическую боль мучения. Наталья не принимала такого, да? Но мы ее почитаем в лике мучеников. Почему? Потому что сопереживание близкому человеку великое дело. То сердце ее надорвалось, душа ее изболелась. Она мечтала скорее умереть и встретиться с любимым супругом. Однажды во сне ей явился Адриан и позвал к себе. Рассказав о видении, Наталья снова заснула. Пришедшие ее будить застали лишь мертвое тело. Реально стоит, во-первых, это реально стоит перед нашими глазами. Вот есть икона Адриана и Натальи, и там частицы мощей Адриана и Натальи. То есть они не только образно в иконе, но и телесно пребывают здесь, в храме. Поэтому это не может быть сказкой. Это реальность. В современном сознании имя Наташа больше ассоциируется с курортным распутством русских девушек. Однако в реальности житье Адриана и Натальи – пример супружеской верности и любви, которая как смерть крепка. Такая любовь была семейная. Она только муж на однолюбку была. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова